Утро доброе! Весикарчаево-Черкесия с вами. Июль уже стремится к середине. Если сегодня выдался безветренный день, то скоро начнется дождь. Это по народному поверю. А вот что говорят синоптики, узнаем из-за их прогноза. Но чуть позже. А пока время новостей. В колхоз Племре Продуктор Кубань готовится к уборке урожая. В этом году аграриями сельхозпредприятия были посажены пшеница, кукуруза и подсолнух. О том, как идет подготовка сбору сельскохозяйственных культур, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На сегодняшний день в Кубани активно идет подготовка к уборке урожая. Этот сельхозартель является динамично развивающимся сельхозпредприятием. Вот уже много лет под чутким руководством Марины Барлаковой хозяйство продолжает функционировать, обеспечивая стабильность социальной сферы в республике. Идя по стопам своего отца, ученого-агронома Рамазана Айбазова, который вложил всю свою душу в становление сельхозартеля Кубань, Марина Барлакова старается делать все для его процветания. Я, как его дочь, могу сказать, что до его уровня абсолютно не стремлюсь, скажем так, но сохранить те принципы, которые для него были важны и которыми он в своей жизни не поступался, я стараюсь идти именно этим направлением. А зима и пшеница имеют особую значимость в обеспечении продовольственной безопасности населения. Так в этом году в сельхозартеле Кубань засеяли около 400 гектаров этой зерновой культуры. Уже в середине июля будет проводиться уборка азимой пшеницы в Закрома. Семена у нас свои, мы приобретаем первую репродукцию в основном краснодарской селекции, семена российские, и потом уже ее распространяем на своих полях в течение четырех лет, потом вновь обновляем. Любая культура, она капризная, к ней нужен очень такой серьезный подход научный. В этом году у нас новый агроном, молодой, достаточно амбициозный, трудолюбивый. Его зовут Умар Козба. Но вот благодаря ему в этом году у нас очень хороший урожай, показатели хорошие по всем культурам. Также в хозяйстве было посеяно около 900 гектаров кукурузы и 200 подсолнечника. Можно увидеть, как аккуратны плодовиты поля сельхоза Артели Кубань. Это все благодаря трудолюбию коллектива и грамотной работе главного агронома Умара Козба. Ведь урожайность зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от профессионализма аграриев. Обработка почвы сейчас, межгрядная культивация, опрыскивание подсолнечника, готовимся к уборке. Все хорошо, все отлично. Работают все люди, не подводят никто. К сожалению, из-за прошедшего града был нанесен значительный ущерб. Где-то около 30 процентов, рассказала руководитель сельхоза Артели Кубань Марина Барлакова. Культура земледелия в этом году у нас хорошая. Конечно, это все благодаря нашему главному агроному, его команде надежной, которые выходят на обработку и в ночную смену. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы выразить им свою благодарность. Все-таки основная нагрузка у нас ложится на нашу тракторную бригаду. Со следующей недели начнется уборка ранних зерновых культур. И мы надеемся, что погода нас не подведет, отмечают аграрии. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильные дожди и ливни. В сочетании с грозой, градом и мощным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 21. В горах местами плюс 9, плюс 14. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В северных и центральных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии ночью кратковременная дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 19, плюс 21. Днем плюс 29, плюс 31 градусов. Ожидается высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова